всем добрый вечер небольшие трудности были технически сегодня мы продолжаем и давайте перейдем к такой новой под теме которая связана с диагностика чипу и относится как раз к ошибкам системным ошибкам для этого нам понадобится опять этот справочник который я с которым мы работали и я его продублирую кто отсутствовал на прошлом занятии либо не имеет ссылку на него вот она обратите внимание что на вот в этом пункте alarm есть четыре варианта ошибок обратите внимание то есть система позволяет с помощью программного интерфейса показать нам ошибки которые в данный момент в процессе то есть пендинг alarm это текущие ошибки так называемые также есть у нас history alarm то есть ошибки которые были история ошибок и save alarm и можем его сохранить то есть сохранить лист либо список этих ошибок в файл выглядит это так архив ошибок нее есть идентификатор номер вот он айди идентификатор и класс ошибки с правой стороны есть когда она возникла и арм контент то есть контент информация об ошибке давайте попробуем разобрать рассмотреть какие бывают типы ошибок в системе чипу сразу же нужно сказать что ошибки бывают те которые система проверяет процессе выполнения так называемые ошибки программ эксекьют в системе синтак его для системы синтак идентификатор таких ошибок и лежит к корр ошибкам то есть по сути это те баги и ошибки которые система найдет уже после того как файл будет запущен если мы имеем дело с грамматическими ошибками то есть которые фактически является ошибка синтаксиса да когда неправильно что-то написано в коде то такие ошибки обычно будут проверяться до момента включения программы то есть если программа имеет ошибку обычная система чипу предварительно проверить это то есть это такая проверка на лету такие ошибки называются граммат чек алам ошибки в проверке грамматике либо проверки грамматики и такие ошибки они относятся либо к программированию то есть коду либо к макросам более сложного программирования например 003 видите sentence structure то есть ошибка структуры кода либо недоступна переменная либо ту комплексин мат слишком сложно в математических вычислениях в более сложном языке вы можете использовать тригонометрические функции такие как синус абсолютное значение чисел корень квадратный логарифмы для того чтобы получить более как бы сложный алгоритм при вычислении координат если же в вы соединяете например в одной строке значение переменных которых вы можете перемножать синус с логарифм на которые там умножены либо делены на какую-то координату абсолютного значения умножить на корень квадратный разделить еще на что-то возможной степени и когда этого много возможно то есть тут нельзя точно сказать потому что обычно нет таких описаний сколько это комплекс то есть сколько максимум можно написать символов либо действия альфметических для того чтобы это стало сложно тем не менее это есть и мы знаем что если есть достаточно большое количество кода то возможно это будет сложно к вычислению это не значит что система не может не справиться возможно это просто есть такое ограничение говорили на прошлом занятии про ограничения которые связаны с перемещениями станка точнее перемещениями инструмента относительно рабочей зоны когда инструмент не может войти в определенное место либо не может выйти из него но это примерно то же самое только ограничение в математических действиях когда есть более сложный код который станок не может выполнить и предварительно он это проверит и укажет repeat circle circle to deep например когда есть очень много повторов deep это глубоко но то есть когда есть определенное вложение нестинг такой то есть программа которая запускает другую которая запускает третью запускает четвертую пятую шестую и такое количество вложений она тоже ограничивается некоторые системы работают до четырех вложений некоторые до 12 но 12 это тоже как бы ограничение это конец если мы запустим программу которая запустит под программу которая запустит вторую третью четвертую и свою очередь запустит более 12 под программ то вероятно мы увидим такую ошибку 0.7 все эти вложения нам необходимо точнее система чипу проверит и покажет нам перед тем как программа будет запущена иначе мы можем например выполнить какую-то часть программы а потом просто будет ошибка потом может возникнуть ошибка потому что программа не будет найдена ну и соответственно это повлечет то что мы не доделаем какую-то операцию для того чтобы этого не было существует как раз такая проверка ошибок то есть проверка перед тем как программа будет запущена когда мы используем макропрограммирование мы используем определенный синтаксис ввода для системы синтак это язык open-sync mac для системы gsk это gsk mac для хас хас для системы которая называется фанук это макроби либо кастом макро то есть обычно для определенных систем своих есть свои языки программирования макро мы для данного языка предположим такой код как двоеточие равно обозначает присваивание например когда мы можем присвоить в переменную 100 какое-то значение 2 которое можно потом прочитать перезаписать работать с ним то есть вот этот вот это действие называется assignment либо присваивание это двоеточие равно здесь написано wrong символ то есть неправильный символ вероятно кто-то написал равно равно это проверка в условиях либо вы пишете что-то какое-то условие пишите там если что-то там равно чему-то и не закрыли скобку открыли и не закрыли но right side что и указано что с правой стороны нет этого символа либо вы пишете какое-то выражение математическое открыли квадратную скобку но не закрыли подразумевается что мы рассматриваем сейчас диагностику на базе определенных ошибок на то есть не имеет значения знаете ли вы как работать с макро либо не знаете главное чтобы был понятен принцип что есть определенные ошибки которые контролируют работу программ некоторые ошибки контролируют ее до момента запуска некоторые в процессе лучше конечно же чтобы ошибки контролировались до момента запуска потому что тогда станок просто не запустится и система чп сразу напишет ошибку мы сможем его исправить и сможем запустить выполнение программы а если мы говорим о ошибках которые работают программ execute то есть проверки в течение работы то это немного плохо потому что мы можем уже выполнить какую-то часть обработки после чего возникнет ошибка ну и собственно может быть такое что мы не сможем доделать эту работу да либо мы изначально неправильно начали обработку и мы можем испортить материал либо инструмент к таким ошибкам которые связаны с грамматическим относится все что работает с макро ну в общем так как мы не рассматривали данный язык либо не рассматривали вообще языки кто только начинает обучение такие ошибки как например в языках макро используют циклы например и в дэнф это если дэн и тогда дэн это тогда ну и собственно тут написано так что если вы используете слово и в то есть используете оператор если но can find them он не может найти дэн тогда и в есть дэн нет такого быть не может поэтому есть ошибка либо например вы используете такой ключ как вайл до тех пор пока но не используйте ду делай сам оператор зацикливания звучит так до тех пор пока что-то не произойдет делай делай блок 1 то есть вайл не может быть без ду и ду не может быть без вайл соответственно есть ошибка key word is in while clause can find you то есть не может найти ду есть вайл но нет and while есть иф но can find and if когда и мы работаем с условиями в программировании мы задаем если в конце мы выключаем его как бы закрываем этот цикл and if закрыть условия тут он открывается но на например если мы в программе не написали and if будет ошибка key word is in if clause can find and if то есть can find невозможно найти can't find cannot find and if то есть невозможно найти закрытие и так далее то есть нет необходимости это все рассматривать потому что не рассматривалось макро получается такие ошибки они более такие визуальные например открыто скобка не закрыто скобка открыто квадратное не закрыто квадратное есть какое-то начало операции нет завершение операции то что видно и так возможно оператору но если он это не заметил и либо это как бы он не знает правильно структуры то тогда система чипу просто не выполнит просто не выполнит работу и это очень как бы хорошо очень для отличный момент в том что мы можем избежать когда проблем ошибки же которая называется корсио р то есть программ эксеке чек это ошибки которая станок будет проявлять в процессе выполнения то есть главным важным является программ экскеют то есть выполнение слой эксеки шин что здесь есть рассмотрим некоторые из них естественно то есть если мы будем рассматривать все то вероятно закончится урок рассматриваем такие стандартные которые могут возникнуть некотором случае есть важные переменные которые в принципе без которых не может работать система чипу в режиме автоматической работы если они не определены собственно тут написано что variables not initial when using то есть переменная она не была инициализирована в процессе ее использования почему она не была потому что инициализирована потому что видимо программист неправильно написал программу либо не до конца понимает как с ней работать либо не знает принципы модальности либо не знает что такое вакантность переменных и так далее что же в результате возникнет у оператора чипу оператор чипу увидит ошибку которая связано с как раз с ошибками корр метода группы точнее или как они правильно называется не группы класса класса ошибок на на класс это наверно на английском по-английскому а группа ошибок наверное все таки группа ошибок если на русском языке дальше третья ошибка например when the white and zero то есть ошибка когда мы делим на 0 когда она может возникнуть тоже очевидно на 0 делить нельзя ну по крайней мере в системах чпл понятное дело что если мы выполняем какие-то действия например нам нужно перейти в координату 20 мы указываем координату 20 мы можем делать вот такие вычисления то мы потом будем изучать позже переменная 20 разделить на 2 то есть по сути x и вычислится система чпл сама вычислить 20 на 2 и выполнит x здесь но какой в этом смысл если два значения являются константами да то есть они имеют определенное значение которое не меняется процессе выполнения для того чтобы менять эти значения используется переменная так называемая то есть обычно они указываются с помощью такого sharp такой решетки и тогда вместо двойки можно написать переменную 100 например тогда получится так если просто x открываем скобочки 20 разделить на переменную 100 и тогда вот эту переменную 100 нужно просто записать в нее двойку вот таким методом и получится так переменная стороны c2 x 20 разделить на переменную 100 тогда можно переменная сто чем уровне 2 20 на 2 10 x 10 но если переменная 100 не будет работать и в каких-то ситуациях возьмут возник на ошибка номер два что мы не определили а если мы все-таки и определили а вдруг она как-то записалась либо перезаписалась либо не определилась и в ней будет нолик и тогда мы 20 делим на переменную 100 которая равна нулю то есть мы не видим это в программе мы видим переменную 100 мы не знаем до конца алгоритм например не знаю в таком случае мы не можем как бы убрать это из программы мы не знаем мы не видим очевидного нуля очевидного деления на ноль а система видит его то есть она посчитала она видит чему равно предыдущее значение переменной 100 модальное значение и тогда получится так что возникнет ошибка ошибка деления на ноль потому что не вся информация нам видимо нам известна есть такое понятие как модальность переменных модальность координат модальность кодов если мы в этом сеансе работы со станком записали информацию в переменную и запустили какую-то новую программу то вероятно она будет работать с предыдущим значением переменной что еще здесь есть например когда could not find the program не найдено программ это может использоваться когда мы пишем вот такой код м98 это код вспомогательный для для вызова под программы вызову программы когда мы пишем м98 5000 мы вызываем как бы программу от 1000 но ее может не быть мы ее могли удалить или ошибиться написать 1200 и тогда вероятно возникнет ошибка либо art is not on the working plane когда дуга не находится в рабочем плане тоже такие очевидные ошибки которые могут быть и они могут использоваться абсолютно в любой системе чипу он к примеру давайте сделаем опять же пример откроем какую-то откроем какой-то примерчик не с не из например фанук либо синтек вот я примерно уже понял что можно показать вот давайте посмотрим на какой-то диалоговый язык который называется харин х есть вот такая программа для системы чипу которая необходима для обработки как раз вот этого контура где используется и линейная интерполяция и круговая интерполяция здесь смысл том программе что инструмент подойдет вот в эту точку он сначала подойдет в эту точку потом перейдет сюда и потом вот так пройдет по контуру данный контур будет называться эквидистанта либо траектория движения инструмент на английском языке называется to pass ну и собственно в чем смысл когда может возникнуть эта ошибка написано что мы запускаем программу 10 106 определяем габариты заготовки 100 на 100 на 40 вызываем инструмент определяем скорость ощущения шпинделя меняем инструмент перемещаемся в координату минус 20 и 50 вот вот здесь где-то потом вращаем вращаем шпиндель на 1000 оборотов в минуту опускаемся на глубину минус 20 подходим материалу перемещаемся линейно в координату 23 542 вот в эту точку мы как бы с учетом смещения вот так работа и сюда инструмент выйдет тут инструмент заходит и вот здесь написано десятом посмотрите cc x плюс 50 и x плюс 50 и так называемое определение координаты нуля вот это координата и вот написано 50 50 то есть относительно вот этой точкой которая является как бы нулевой точкой мы указываем где находится центра окружность вот эта точка дальше мы указываем координату конечной точки это я все удаляя мы указываем координата конечной точки значит вот здесь мы находимся мы указали что центр находится здесь и это . 50 50 координаты конечной точки G 23,542 по X и Y плюс 80. То есть относительно этой точки она находится на расстоянии 80 и по X на расстоянии 23,542. Вот это значение DR+, такой оператор говорит о том, что обработка, точнее перемещение будет по часовой стрелке, то есть против часовой стрелки. DR+, это против часовой стрелки, так называемая CCW, counterclockwise. Если кто FANUC, да, либо какие-то другие системы, это аналог кода G03. И получается, что вот инструмент будет вот сюда переходить. В чем смысл? Тут все правильно. Ну представьте, что я укажу значение. Представьте, что мне нужно не вот так переместиться, да, а переместиться вот в эту сторону, вот в этом направлении. Чтобы переместиться вот в этом направлении, я просто меняю DR+, на DR-, чтобы не против часовой стрелки переместиться, а по часовой стрелке переместиться. Правильно? Правильно так будет? Если мы заменим перемещение DR+, то есть против часовой стрелки, на DR- по часовой стрелке. Правильно ли так получится, что обработка будет в другую сторону? Как думаете? Нет. Она не будет правильно. Потому что, во-первых, она будет не в эту сторону, да, а вот в эту сторону. Во-вторых, если мы хотим добиться вот этого перемещения, то у нас что изменится? У нас изменится нулевая точка. Она уже будет вот здесь, то есть в этой части. Если изначально мы можем указать, например, что вот это наша начальная точка, вот это конечная точка, перемещаться в нее нужно против часовой стрелки, но ноль мы укажем не здесь, например, а вот здесь. Возможно ли это? То есть мы указываем ему радиус. У нас есть начальная точка и конечная точка. Это невозможно. То есть как вариант он должен пройти по вот такой траектории, да, если это радиус. Ну, чуть-чуть точнее. И его конечная точка должна находиться только по контуру. Она должна быть колониарна любой точке на окружности. Вот здесь. Она не может находиться вне окружности. Если она находится здесь, тогда меньше радиус. Вот эти несовпадения, несоответствия говорят о том, что у нас дуга не находится на нужном плане. Что здесь и написано? Arc is not on the working plane. Либо radius of arc is too short. То есть радиус дуги очень малый. Либо конец дуги is not on the arc. Вот это я как бы сказал. Показал. Когда конец дуги не находится на дуге. То есть то, что связано просто с как бы, ну, с ошибкой программной, потому что это невозможно, находится именно здесь. Посмотрим еще варианты. Например, no program number. Не указан номер программы. Есть такая опция, как M99 и выход на определенный номер блока при завершении программы. Где мы можем написать там P20. Подразумевается то, что M99 вернется в главную программу, которая она ее запустила, на кадр 20. Этого кадра может не быть. Может вообще не быть. Соответственно, мы просто увидим ошибку no program number. То есть нет такого номера блока. Too many M codes. Слишком много M кодов. Мы можем написать код M00 для того, чтобы принудительно остановить выполнение программы. Тут же дописать M09. То есть завершить, выключить SOS, смазочно-охлаждающую жидкость. Тут же дописать M05, остановить шпиндель и дописать много других кодов. В результате увидеть ошибку too many M codes. Сколько именно кодов ограничивает система чипу. Каждый из систем чипу необходимо прочитать в инструкции по эксплуатации станков. Но нужно понимать, нужно уже видеть, что есть такая ошибка. И если мы ее видим, то понимать, что вероятно, есть какое-то ограничение. Также есть ограничения в G-кодах. Смотрите, too many G-codes. Скажем так, я работал именно из синтек чипу достаточно долго, около 4 лет. И я не видел никогда таких ошибок. Ни M-кодов, ни G-кодов. Хотя программы были написаны и вручную, и с помощью систем САПР, и макро. Ну, вероятно, это какое-то большое, большое количество кодов. Не знаю, там 10 кодов подряд. Таком как бы, ну, нет необходимости в этом абсолютно. То есть, не знаю, даже в строке безопасности, ну, 5-6 кодов может быть. Поэтому невероятно, что это невероятно точно, что это такие редкие коды. и эти редкие коды мы не увидим. Too many I-G-K parameters. I-G-K используется в круговой интерполяции, когда указывается с помощью I, J, либо K направление, то есть, так называемые дельты. Давайте посмотрим, что это может быть. Для удобства я открою такой верификатор, который называется NC-Plot. Стандартную программу устанавливать пока не нужно. Она работает 15 дней и такая версия демонстрационная лучше ее установить при макро, то есть, при изучении макроса. Ну, либо если вы поставите какую-то другую программу. Что имеется в виду? Что за I-координаты и для чего? Система, например, для того, чтобы произвести обработку квадрата прямоугольника давайте возьмем. Пишется какая-то программа такая простая. Она начинается на знак процента. Это начало файла. Сделаю немножко больше. Потом идет код O. Это имя файла. Потом идет строка безопасности, так называемая. написано, что мы работаем в плоскости x, y, что работаем в миллиметрах, что работаем в первой системе рабочих координат, что работаем отменяем компенсацию на диаметр и отменяем компенсацию на высоту инструмента. Дальше. Дальше будет такой код M06-T1. Это смена инструмента на номер 1. M03-S10000, например, это вращение шпинделя, то есть инструмента по часовой стрелке на 10 тысяч оборотов в минуту. Потом идет перемещение в координату, например, x0, y0 относительно вот этой нулевой точки на высоте 10 миллиметров выше уровня заготовки. Потом я опущусь ближе, подойду к заготовке, но еще буду на расстоянии 5 миллиметров так называемые уровни безопасности S-point, R-point, safety point, repeat point. Дальше пойдет уже вход в материал. Для этого я буду использовать линейную интерполяцию G01, Z- и координата, например, минус 5 миллиметров. Потом указывается подача, то есть скорость резания, в данном случае скорость врезания, пусть будет 100 миллиметров минут. И дальше пойдет перемещение. Предположим, по часовой стрелке я пройду по контуру 100, 50 на 100 миллиметров. 50 миллиметров будет у меня ширина, а 100 миллиметров будет длина. Я укажу координату Y-50 и скорость вырезания у меня изменяется на скорость резания, то есть немножко увеличивается. И просто я указываю координаты опорных точек для того, чтобы пройти по контуру. Потом я пройдусь, вернусь назад по Ирику, вернусь влево по Иксу, поднимусь до уровня Z10, до уровня S-Point либо AR-Point и выполню такую вещь, как программное возврат в исходное положение по оси Z. Потом для безопасности я вернусь в абсолютное программирование и завершу программу. Это запоминать не нужно, естественно. То есть кто это изучал либо знал либо самостоятельно изучал ранее, тот это знает, кто нет. Соответственно, мы это все будем изучать в течение одного месяца на занятиях по программированию. Макросы тоже один месяц, инженерная графика тоже месяц, поэтому пока нас интересует только то, что относится к диагностике, к ошибкам, к системным параметрам и так далее. Получается, что у меня вышло? Вышло вот такое построение прямоугольника. То есть система чипу просто обработает по контуру. Все очень легко. В данном случае что мне нужно? Ошибки, которые связаны с дугами, а также связаны с параметрами IGK, IGK параметры, они относятся к тому, что когда мы выполняем не перемещение вот такого рода, то есть линейное, а выполняем круговые интерполяции, то есть перемещение вот по дуге, где нужно делать какие-то скругления, либо когда есть сплошные перемещения по дуге, они будут разделены у нас на вот такие участки, где для каждого у нас будет начальная точка, конечная точка и радиус. При этом эти участки участки подгнаем цеп confused и по-английски в в или в в в в в Продолжение следует...